Какая погода ожидается на выходных и можно ли купаться в водоемах края? Об этом расскажет заместитель начальника главного управления МЧС по краю Валерий Терешков. Добрый вечер, вам слово. Добрый вечер, уважаемые красноярцы. Предстоящие выходные, а последующие недели будут достаточно теплые. От 28 до 32 градусов. Вместе с тем, с воскресенья на понедельник, а также возможно среда и следующая пятница, мы ожидаем небольшие дожди, возможно грозы. Красноярцев отдельно предупреждаем, возможно локальные ливни и усиление ветра. Соблюдайте правила безопасности при такой погоде. Водителям необходимо быть внимательным, в сильную жару может подчеркнуться внимание. В микроволновении солнечного на этой неделе 10-летний ребенок попал под машину прямо на пешеходном переходе. Уважаемые красноярцы, с жаркой и ветвиной погодой возможно увеличение количества лесных пожаров и возгораний. Ожидается четвертый класс пожарной опасности. С начала сезона в крае зафиксировано более 2,5 тысяч палов травы, более 280 из них красноярских. Лесных пожаров на общей площади более 37 тысяч гектаров. Напоминаем всем, что в крае действует особый противопожарный режим. Отжиг сухой травы, разведение костов запрещены. Кроме того, уважаемые красноярцы, в городе не поджигайте тополинный пух, не бросайте непотушенные окурки или спички. Пух легко воспламеняется. Может возникнуть пожар. В жаркую погоду пожарные расчеты ежедневно около 10 раз выезжают на тушение последствий от пожигания тополинного пуха. Ну и по воде. В связи с жаркой погодой мы ожидаем массовый выход людей к водоемам. Несмотря на теплую погоду, вода еще очень холодная. Предупреждаем, на Баканской протоке 12-14 градусов, на Красноярском водохранилище Шумиха до 14 градусов. Но вместе с тем на озерах Акасии вода очень теплая, 18-20 градусов. Поэтому есть возможность там искупаться. Каждую неделю происходит гибель людей на воде. На прошедших выходных утонулы 3 человека, из них 1 ребенок. А за июнь 12 человек погибло, 4 из них дети. Особенно опасно. Красноярское озеро возле населенного пункта Песчанка. Там некоторые искупающиеся уже получили заражение инфекцией. В прошлом году такие же симптомы наблюдались у людей после купания в озере на пляже Бархатово в Енисейском и Емельянском районе. Мы отдельно предупреждаем, уважаемые красноярцы, Непростая паводка и обстановка складываются на востоке края. Реки Кан, Чунояр, Агул, Уда, Тосеева из-за обильных дождей вышли из берегов. Возможно подтопление населенных пунктов. На эти реки лучше не ездить на отдых. Ну и кроме того, предупреждаем любителей экстремального спорта. Будьте крайне осторожны, если время сплавов по рекам края. А одни из самых опасных рек – Мана, Гора, Рыбная, Курейка. Пороги и перекаты из них имеют высокую категорию сложности. Всех организаторов таких мероприятий просим сообщать. Сроки маршрута на адресе электронной почты вы их видите сейчас на экране. Уважаемые красноярцы, родители, чьи дети собираются на отдых в загородном лагеря, узнавайте о их санитарно-генетическом обстановке. На этой неделе четверо детей с кишечной инфекцией были госпитализированы из лагеря «Сосновый убор». А само место отдыха закрыто. Кстати, по итогам первой смены специалисты Роспотребнадзора изъяли более полутонны пищевых продуктов, не соответствующих обязательным требованиям. Возбуждено 200 дел об административном правонарушении. У всех вопросов, касающих пребывания людей, изложенных у вас на экране, просим обращаться в Управление Роспотребнадзора. Уважаемые красноярцы, смотрите прогнозы возникновения чрезвычайных ситуаций на канале ТВК в это же время. До свидания. Продолжение следует...